Дорогие братья и сестры, в этот воскресный, солнечный, мирный день за Божественной Литургией, на которую собираются все верующие православные христиане, звучало удивительное Евангелие. Евангелие, в котором сам Христос говорит нам притчу. Притчу о том, как один царь собрал на брачный пир своего сына, желанных и знаемых ему гостей. Он послал своих рабов, а те отказались, кто был занят, кто купил землю, кто торопился на торговлю, и каждый один за другим отказались прийти на брачный пир сына царя. Тогда царь повелел рабам своим собрать всех людей, бедных, убогих, незнаменитых и незнаменитых, за этот брачный пир. И вот наполнился этот пир собравшимся, но некий человек, который пришел на этот царский брачный пир, в одеждах, не подобающих царскому приему, услышал от царя такие слова. Как оказался ты здесь, в этих одеждах? Возьмите его, свяжите ему руки и ноги, и выбросите его вон во внешний огонь. Итак, Господь говорит, много званых, а мало избранных. Вот эти слова, много званых, мало избранных, мы часто слышим в каких-то поговорках, пословицах, да и вообще многое из Евангелия, слов, которые мы часто слышим. «Ни хлебом одни будет жить человек», «Лептов давицы», «Откуда это все?» «Кесарю Кесареву», «А Богу Божию» – это все из Евангелия. Из Евангелия и сегодняшняя фраза «много званых, но мало избранных». Что подразумевает сегодня эта удивительная притча Христа? Господь собирает всех на свой брачный пир. Если в Ветхом Завете Господь собирал в Стинию свою народ Израиля, и тот не оказался достойным и распял своего Мессию Царя, то Господь собирает всех людей, всех верующих, неверующих, для того, чтобы осветить их в Таинстве Святого Крещения и сделать участниками этого Божественного Пира. Вот потому, и мы с вами, когда принимаем крещение, слышим такие слова. «Елица во Христа крестистисся, во Христа облекостисся». Церковь облачает нас в светлые белые ризы. И вот сегодня много детей, малышей, взрослых. Каждый из нас, наверное, был крестным отцом или крестной матерью. Крестили детишек. И эти одежды всегда на малышах белые. Даже взрослого человека церковь одевает в белые, чистые, светлые ризы. Тем самым показывает, что и в жизни душу свою ты должен облачать в одежде добродетели. Любви, веры, надежды, прощения. В помощи другим, ближним, не заботой только о самом себе. И вот через это приближение к Богу, посредством добродетелей, человек получает вечную радость, спасение. Более того, Господь зовет всех крещеных на удивительный пир, на божественную литургию. Но тот, кто на литургию не ходит, он не участвует в этом пире. Вот словно говорит, вместе с теми гостями, которых позвал Господь, которые оказались недостойными его пира. Я занят, у меня много дел. Да и вообще у меня выходной. Один день у меня выходной, воскресенье. Я хочу побыть дома, с семьей. У меня много еще дел по дому. Некогда мне приходить в церковь, некогда мне участвовать в этом божественном пире. Но есть среди званых и те, которые приходят в церковь. Но одежды души такого человека раздранны. Они повреждены страстями, грехами, пороками, изменой, винопитием, чрезмерным увлечением, желанием угодить плоти, чем угодить Богу. И вот через эти одежды раздранные церковь снова зовет нас на этот божественный пир посредством покаяния убелить свою поврежденную душу. И снова подойти к этому брачному пиру. И вот, наконец, те, которые уже сегодня пришли, те, которые стоят в храме, это тоже все те, которые уже на брачном пире. Но не все сегодня причащаются. А ведь раньше Иннокентий Херсонский говорил, что все христиане всегда шли в храм на божественную службу для того, чтобы участвовать в литургии и вместе приобщаться к святым христовым тайнам. Вы слышите, что не только приходить, не только постоять, не только помолиться, поставить свечку приходят христиане в храме Божьем. Они приходят для того, чтобы стать участником этого божественного пира и быть причастниками бессмертных, животворящих христовых тайнам. Григорий Двоеслов обличал тех, которые приходили на службу, стояли на службе, участвовали в этом брачном пире, но не участвовали в божественном причащении. Об этом же говорил святитель Иоанн Златоуст. Свою пасху Он звал не только заходить в церковь, но и обязательно участвовать в божественном мире, на который зовет сам Христос. Придите, едите. Это хлеб, который предается за вас, тело мое. И это кровь моя, которая за вас проливается. Пейте от нее все. А мы говорим, да нет, мы просто пришли постоять. Мы помолимся о своих родных и близких. Нам что-то плохо. Вот мы пришли, стоим здесь, просим для себя. Представьте, вас позвал царь на пир, а вы стоите где-то за столом, рядышком уже гости садятся. А вы почему не садитесь? Садитесь и вы. Почему не присаживайтесь? Сейчас уже царь зайдет. Сейчас начнется пик. Нет, нет, я постою в стороночках. Но царь заходит. Гости дорогие, вкушайте от пира моего. Все, что приготовлено для вас, это все вам предназначено. И уже царь стоит, а кто-то из нас стоит. Да нет, я просто пришел к тебе, царь, чтобы это попросить. Есть, я в стороночках постою. Хотелось бы напомнить вам тайную речь. Представьте, из апостолов, которые собрались за этой трапезой божественного причащения. И Христос преломил хлеб и, раздавая ученикам своим, сказал, ешьте это тело Мое, которое за вас ломит во оставление грехов и в жизнь вечную. Творите сие в Мои воспоминания, и я буду в вас, и вы во Мне. А кто-то из учеников сказал, нет, Господи, вот ты дай там Иоанну Богослову. Или нет, вот Матфея, или там, вот, там, Луке. Я тут просто посижу, Господи. Можно ли себе представить, чтобы были апостолы на тайной вечере, и кто-то не вкусил от этого божественного хлеба? Нет, это уже не апостол, это уже не ученик Христов. Это уже человек в раздранных одежде. Вот потому девятое апостольское правило, дорогие братья и сестры, призывает к тому, что те, которые приходят на литургию и не участвуют в этом божественном причащении, призываются даже к отлучению от общения церковных. Вот как строго подходит царь славы к своему пиру, на который зовет всех. А мы, оказывается, ну, мы, мы недостойны. Так значит, ты должен быть связан по рукам и ногам и выброшен во тьму кромешную. Но я же христианка, я же христианин, я хочу спастись. Тогда что мешает тебе облечься в эти одежды в крещении? Если ты грешен, не спущайся. Христос и пришел грешников спасти, а не праведных призвать в покаяние. Если ты ленишься, то ты ленивый и лукавый раб. Как же ты войдешь в славу Господа своего? Но если мы христиане, если мы полюбили Господа всем сердцем своим, всей душой своей, то мы должны часто причащаться. Христиане раньше причащались ежедневно. Позже раз в выходной, в воскресный день. А потом раз в месяц. А сейчас, да раз в год, когда-нибудь. Сейчас же трудно причащаться. А жизнь, посмотрите, какая трудная. Поэтому, дорогие братья и сестры, чтобы получить укрепление от Господа, чтобы свое внутреннее состояние уравновесения должны исповедать грехи свои и причащаться святой Христову Таис за божественной литургией. Именно для этого существует церковь. Один из наших педагогов православной культуры. Знаете, как хорошо охарактеризовал храм? Вот мы приходим, как красиво в храме. Иконы, росписи, полы, иконостас, хор поет, батюшка служит. А знаете, для чего это все? Вот для чего все это? Наш один кубанский учитель так и сказал. Храм – это стены вокруг Евхаристии. Отними литургию его без этой красоты. Это будет музей, где будут ходить паломники, будут ходить люди, ставят свечи, бродить туда-сюда и выходить. Это не будет домом Бога. Это не будет домом Царя Небесного. Это не будет царским пиром, на который в храм Господний зовет нас сам Христос. Вот потому, собираясь в следующий раз в храм, постарайтесь приготовиться, причаститься. Что мешает нам прийти при общественной христовой тайне? Как дети. Ведь Христос тоже говорит, будьте как дети, ибо таковы Хрица Свои Божьи. Но они чисты душой, а мы же грязные. Так исповедуйся чаще, я поисповедался, но не греши больше. И приходи в следующее воскресенье причащаться. Что мешает тебе участвовать в этом божественном пире? Яды мою плоть и прияй мою кровь. Во мне пребываешь, говорит Христос, и я в нем, и я воскрешу его в последний день. Кто из нас не хочет в последний день перехода из этой временной жизни в жизнь вечную? Наследовать этот пир божественного Сына, Господа нашего Иисуса Христа, а не быть связанным и выброшенным в огонь вечный. Вот для того, чтобы быть наследниками и участниками этого небесного царства, небесного пира, мы должны быть достойны земного. Поэтому дай Господи нам, дорогие братья и сестры, из сегодняшней притчи Христа извлечь самый главный урок, что приходители в храм должны очищать свою душу, свое тело приготовить в божественной литургии. Поэтому мы и определенным постом, вознодержанием, супружеском общении мы приготовляемся к приходу в храм не для того, чтобы свечку поставить. Богу принадлежат все святильники мира, а для того, чтобы соединиться со Христом. Вот потому церковь и зовет, тело Христовов не видит источника бессмертного усилия. И вы будете наследниками вечного царства, которое начинается уже здесь, в Божьих храмах у святых алтарей, когда священник выносит чашу с кровью и телом Христова, и всех верных причащает к этой божественной благодати вся немощная врачующая и вся остудевающая, восполняющая. Аминь.